Всем привет! Это Иван Жданов. Сегодня 11 мая и война продолжается уже 77 дней. Мы собрали для вас главные новости к этому часу. Российские звезды заработали миллионы на поддержке войны. Умер первый президент Украины, а глава МИД Германии посетила Киев. Российская армия отступает под Харьковом и бомбит Азовсталь, пока все обсуждают вступление Лукашенко в войну. На Восточном фронте продолжаются напряженные бои, но российские части все так же не могут продвинуться дальше. Важное событие происходит под Харьковом, где продолжается наступление украинских сил. По сообщению украинской стороны, бои ведутся уже за поселки Лепцы, а также Тернову. Это, по сути, уже граница с Россией. Судя по всему, российские войска действительно отходят границы. Слишком уж быстро продвигаются украинцы. Однако это вряд ли им поможет, потому что в то же время оголяется правый фланг российской группировки под Изюмом. Теперь украинцы смогут атаковать в сторону Вовчанской и перерезать пути снабжения из Белгорода. В Мариуполе продолжаются обстрелы Азовстали. Все уже подзабыли, что Путин давал приказ не штурмовать завод. Его бомбят буквально каждый день, и российские СМИ не стесняются выкладывать вот такие жуткие кадры. Украинские части пока держатся, но у них много раненых, и все чаще они попадают под обстрел. Буквально вчера сообщили о том, что был уничтожен местный полевой госпиталь. Убиты несколько десятков раненых, потеряны запасы перевязочных материалов и лекарств. В Вашингтон-Пост со ссылкой на американскую разведку сообщают, что Путин готовится к затяжному конфликту в Украине, и российские войска все еще пытаются перегруппироваться, чтобы затем нанести неожиданный удар. А Министерство обороны США добавляет, что сейчас наступление Путина отстает от запланированного как минимум на две недели, в том числе потому, что до сих пор не взят Мариуполь. Путин не добился никаких успехов, на которые рассчитывал, уточняют Минобороны. Возможно, именно поэтому снова заговорили о вступлении в войну Беларуси. Лукашенко уже несколько раз критиковал ход войны, говорил, что операция затягивается, и прямо сейчас в Беларуси проводится масштабное учение сообщать, что к южной и восточной границе перебрасываются танки. Подозревают, что Лукашенко мог бы вторгнуться в Западную Украину, чтобы перерезать пути поставок оружия. Однако все это похоже либо на домыслы, либо на сознательную дезинформацию. Во-первых, у Беларуси очень небольшая армия, около 45 тысяч человек, и только часть из них могут участвовать в каких-то военных действиях. Во-вторых, все это время Лукашенко пытался сделать вид, будто он ни при чем. Зачем ему менять свою позицию, когда сейчас Путин, по сути, все проиграл? Я думаю, что с этим можно согласиться. Виктория Дайнек и Анна Семенович расторгуют в группы «Пилот», «Газманов» и многие другие российские артисты заработали миллионы на выступлениях в поддержку войны в Украине. Об этом в своей статье пишет BBC. Журналисты выяснили, сколько заработали участники марафона «ЗА Россию». Всего на этот патриотический марафон потратили больше 95 миллионов рублей. Дороже всего стоила группа Сергея Галанина. Правда, вряд ли кто-то вспомнит название «Серга», по-моему, группа называется. Ну что ж, кому война, кому мать родная. Путин поздравил Пушилина с Днем ДНР и заявил, сможем преодолеть все трудности и одержать победу. А мне хотелось бы, чтобы агрессоров прогнали и чтобы через год праздновали не День ДНР, а День полного соединения всех территорий Украины. А Путин с Пушилиным встречались на прогулке в тюрьме, например, или с Кобзоном можно. Потому что все они виноваты в начале захватнической войны. Вот, например, поспред Крыма Аксенов заявил, что южные территории Украины войдут в состав России. Они уже не скрывают своих целей. Именно за это, а также за массовое убийство мирных граждан Украины. Сейм Литвы вчера единогласно признала Россию террористическим государством. В ответ Мария Захарова объявила эту резолюцию экстремистской. Вообще такая мода у российской власти. Все, что им не нравится, называют экстремизмом. Вот нашу организацию тоже назвали экстремисткой, но теперь это террористическое государство. Значит, наверное, так можно и все нормально. Интересная история из Петербурга. Там местная жительница громко включила аудио с информацией о войне в Украине. Вот как отреагировала полиция. Давайте посмотрим видео. Здесь. Взял литературу, воспоминания людей, которые перед ней в второй мировой области. А не в целом, но говорят только, что такой жестокость от фашистов, от немецких фашистов они не видели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так доблестный мусор все-таки проник в квартиру к женщине. Совершенно неясно, в чем ее преступление-то. А еще можно вспомнить, как часто полицейские не приезжают, когда они действительно нужны. Или история с Геремеевым, который не открыл дверь полиции, поэтому его не смогли допросить по делу об убийстве Немцова. Зато к женщине, которая включила аудио с правдивой информацией, примчались сразу. Киев посетила первый официальный представитель Германии, глава МИД Анналена Бербек. Она посетила бучу, где поставила свечку в память о жертвах в одном из храмов. После этого она встретилась с Зеленским. Бербек сказала, что Германия будет поставлять Украине новое вооружение, включая гаубицы и танки. А также объявила о сокращении зависимости Германии от российских энергоресурсов до нуля. И это навсегда. Звучит очень амбициозно. Все-таки Германия крупнейший потребитель российского газа. Непонятно, как быстро это произойдет, но само объявление этой новости должно сильно застроить Путина и все его окружение. Тем временем в Гамбурге задержали яхту «Луна» российского олигарха Фархада Ахмедова. Ориентировочная стоимость яхты 400 миллионов евро. На ней 9 палуб, огромный бассейн и даже небольшая субмарина. Ранее эта яхта принадлежала другому крупнейшему олигарху Абрамовичу. Палата представителей США утвердила выделение Украины дополнительного пакета помощи на сумму в размере почти 40 миллиардов долларов. Дополнительное финансирование запросил Джо Байден, заявивший, что если Конгресс не примет решение, то США вынуждены будут приостановить помощь через 10 дней, поскольку оставшиеся ресурсы почти исчерпаны. Также палата представителей поддержала запрет на импорт российской нефти. Как мы говорили ранее, это существенно не повлияет на экономику Соединенных Штатов. Газета «Политика» сообщает, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии компенсации взамен на поддержку эмбарго на российскую нефть и санкции против России в целом. Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявлял, что санкции, предполагающие эмбарго на российские энергоносители, это атомная бомба для венгерской экономики. Венгрия чуть ли не полностью зависит от российского газа. Но здесь вопрос не только в газе. Орбан постоянно конфликтует с Евросоюзом, но при этом умеет добиваться для себя выгодных условий. Поэтому есть вероятность, что и в этом случае с ним удастся договориться. Вчера скончался после продолжительной болезни первый президент Украины Леонид Кравчук. Он всего на неделю пережил Станислава Шушкевича, с которым вместе подписывал Беловежские соглашения. Третьим подписантом был Борис Ельцин, который скончался в 2007 году. И все они отвечают за то, во что превратились все три государства. И вам нужно оценить на самом деле результаты этих соглашений. И вообще, скорее всего, история оценит результаты этих соглашений в будущем. Поэтому судить вам. Тем временем граждане нашей страны все меньше верят официальной позиции Кремля. По данным опроса групп М за март и апрель, доверие к телеку снизилось с 33 до 27%. А вот доверие к блогерам, телеграм-каналам выросло с 19 до 23%. И я надеюсь, что вы доверяете нашим новостям все больше и больше. Обязательно напишите об этом в комментарии, поставьте лайк. Видео поднимается в рекомендациях. И всем будет хорошо. Вечерний стрим в 19, а мы увидимся завтра в 12. Пока.